Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги и любители фитнеса. Меня зовут Николай Каладислав, я являюсь преподавателем научно-образовательного центра BodyCoach и являюсь тренером профессиональных спортсменов. Сегодня я хотел бы с вами обсудить весьма интересную тему, которая, как мне кажется, приобрела пик популярности на сегодняшний день. А именно, нужно ли удивлять мышцы, чтобы они росли? Давайте попробуем ответить на этот вопрос с точки зрения фундаментальных наук и здравого смысла. Действительно ли мышца обладает у нас теми же способностями и характеристиками, что и девушка, которую необходимо удивлять, чтобы поддерживать интерес и прогресс в отношениях. А для мышцы это будет являться прогрессом. Прежде всего, хотелось бы тезисно обсудить, как это выглядит по словам экспертов. Мышца привыкает к нагрузке. Мышца привыкает к упражнениям. Прогресс, разумеется, останавливается. Постоянная смена нагрузки, принципы или методы и упражнений, векторы или амплитуды удивляет мышцы и заставляет их прогрессировать. Ну и, конечно же, на картинке мы с вами можем видеть искушенного спортсмена, который пытается очередной раз удивить свои мышцы великолепными, интересными движениями, такими как румынка на боссу, например. Как это выглядит на самом деле? С точки зрения центральной нервной системы. Центральные механизмы движения не имеют возможности сформировать необходимый уровень межмышечной координации, обучения и автоматизации необходимых двигательных действий. И, разумеется, отсутствие возможности перехода двигательного умения в двигательный навык, а также отсутствие прогресса в уровне технического мастерства, который является службой доставки нагрузки в необходимую зону. То есть, с точки зрения центральной нервной системы, которая у нас является регуляторной и является тем самым ядром, который обеспечивает наше движение, является такой истинной причиной каждого нашего движения. С точки зрения постоянной смены упражнений, не имеет возможности обучиться, не имеет возможности сформировать необходимый уровень технического мастерства для того, чтобы максимальное количество нагрузки доходило до необходимой мышечной группы целевой. С точки зрения межмышечной координации, то же самое. Постоянная смена движений не дает возможности центральной нервной системе автоматизировать двигательное умение в двигательный навык для того, чтобы движение становилось автоматизированным, для того, чтобы мы сформировали необходимый уровень технического мастерства и могли без такого длительного и тяжелого внимания центральной нервной системы автоматизировать и выполнять какое-то конкретное движение. Для того, чтобы во время выполнения упражнения мы уже не контролировали настолько яро технику, а для того, чтобы мы уделяли большое количество внимания прогрессу и, соответственно, увеличению рабочих весов, объема, интенсивности. И вот там уже в зависимости от того, в каком контексте мы это выполнение упражнения рассматриваем. То есть, если тезисно и подвести к общему знаменателю, с точки зрения центральной нервной системы, постоянная смена движений не дает возможности, не дает определенное количество стимулов для того, чтобы мы эти движения выучили. Для того, чтобы мы эти движения постоянно автоматизировали, формировали из двигательного умения в двигательный навык. То есть, для того, чтобы уровень технического мастерства соответствовал необходимому уровню готовности. Это с точки зрения центральной нервной системы. То есть, опять же, то самое удивление, о котором мы говорим здесь, ну, совершенно не к месту. С точки зрения периферической системы. Теперь давайте поговорим о том, что находится у нас на периферии с точки зрения мышечной системы. Мышечные клетки не успевают должным образом запустить процессы адаптации к конкретным стимулам, так как они постоянно изменяются. Здесь похожая проблема. Мы должны понимать, что постоянный новый стресс, он не дает полезного запуска синтеза белка в связи с компенсацией поврежденных структур. И мы сейчас это с вами рассмотрим. Мышечный рост – это и есть процесс адаптации. Не давать мышце адаптироваться – это худшая из идей. Если мы сейчас обратимся к литературным источникам, весьма популярным и авторитетным, то мы прекрасно можем увидеть, что как раз-таки кумулятивная адаптация или накопительные эффекты, долгосрочная адаптация, долговременная адаптация – это и есть те самые физические качества или мышечные объемы, гипертрофия, которых мы с вами добиваемся в процессе тренировок. И для того, чтобы вызвать эту самую адаптацию, нам необходимо все-таки придерживаться какой-то структуры для того, чтобы накопить те самые накопительные эффекты. Постоянный новый стресс, постоянное удивление, смена векторов, смена упражнений, смена амплитуды не дает возможности мышечной системе адаптироваться к этим движениям и начать процесс накопления тех самых адаптаций, о которых мы с вами говорим в конечном счете. Здесь мы с вами можем видеть научное исследование, в котором у нас оценивалось избыточное повреждение мышц и синтез белка. Первоначальное увеличение синтеза белка связано с восстановлением мышц и ремоделированием после нанесенных повреждений. Увеличение синтеза белка после тренировки соответствует гипертрофии только после ослабления мышечного повреждения. Плюс протоколы, не связанные с сильным повреждением мышц или избыточным повреждением мышц, показывают схожую гипертрофию. То есть, да, в течение определенного времени после избыточной нагрузки, связанной с большим повреждением мышечных структур, есть увеличение синтеза белка. Но оно связано не с полезным стимулом, не с гипертрофией, не с увеличением мышечных волокон, а с восстановлением поврежденных структур. То есть, логично, что чем больше структур мы с вами повреждаем, тем больше им нужно ресурсов для восстановления. И многие связывают этот синтез белка, увеличенный как раз таки вот с той самой полезной гипертрофией, которой мы с вами говорим и в какую гипертрофию в конечном счете добиваемся. Но на самом деле мы все-таки имеем совершенно другой исход и видим, что тот самый увеличенный синтез белка связан именно с пропорциональным повреждением структур, которые мы с вами повреждаем с учетом нового стресса, изменения векторов и изменениями каких-то параметров и характеристик нагрузки. Здесь мы все-таки, давайте глянем еще на научные исследования, здесь их два. Одно из них, результаты я вывел, второе, вот в нижнем правом углу можете видеть, зайти все достаточно интересные характеристики и дизайн исследования, почитать. В результатах опять же мы видим, что контрольная группа, где была фиксированная программа тренировки, достигла лучших результатов в гипертрофии, чем группа с постоянной сменой упражнений. Они также набрали больше веса, несмотря на то, что в среднем потеряли немного жира, прирост силы также был немного выше в группе с фиксированными упражнениями, что вполне логично, ведь они чаще тренировали одни и те же движения. А как мы с вами помним, с точки зрения центральной нервной системы, постоянное выполнение одних и тех же движений или похожих движений, по крайней мере, дает возможность перехода двигательного умения в двигательный навык. И, разумеется, уровень технического мастерства растет, то значит и служба доставки стимула к мышце работает намного лучше и эффективнее. Ну и, конечно же, давайте перейдем к выводам. Естественно, если ваша цель – адекватный прогресс в долгосрочной перспективе, а не создание реалити-шоу в поисках приключений, то будет разумнее придерживаться какого-то определенного перечня упражнений и структуры тренировочного процесса. Если вы опытный спортсмен, то как вы планируете анализировать динамику и результаты, если постоянно меняете используемые инструменты, с которыми они связаны? Все это будет весело и прикольно, но до момента, когда вы упретесь в какую-то проблему. А в проблему вы упретесь 100%. И для анализа и нахождения причины данной проблемы вам необходимо будет проводить полноценный анализ тренировочного процесса. А когда все параметры тренировочного процесса и инструменты в этом тренировочном процессе изменяются, вам будет достаточно сложно найти тот самый компонент в этом винегрете, который привел вас к этой проблеме. Или наоборот, найти тот самый инструмент, который привел вас к этому прогрессу. Если вы будете вводить какие-то новые инструменты дозированно, вы сможете отследить влияние конкретных инструментов, потому что только они меняются в этом тренировочном процессе. А если вы новичок, то тем более формирование базового шаблона любого движения, обеспечение прогрессивной нагрузки. Это долгий труд, который требует системности, программирования и анализа. Естественно, вы можете постепенно оптимизировать программу тренировок, подбирать под себя более удобные упражнения и так далее, но не нужно ломать то, что работает. Придерживайтесь некого плана, чтобы у вас была возможность оценить эффективность вашей тренировочной программы. Спасибо большое за внимание и всего доброго.